Религиозный тиран возвращается. Такое решение принял суд. Мы рассказывали вам, что ярого члена религиозной организации, который кулаками вбивал свою веру детям и жене, пытались остановить правоохранительные органы. Михаил Тутубалин посещал Баптистскую церковь по материалам дела и сбивал жену и детей, заставляя их исполнять определенные ритуалы. Его уже начали судить еще в середине декабря, но он срывал судебные заседания, уходя прямо посередине, за что по настоянию прокуратуры был даже взят под арест. На приговор Михаил Тутубалин пришел с вещами, видимо, ожидал, что его посадят. А его, трижды, кстати, судимого, по решению суда отпустили на свободу. Михаил Иванович, как оцените решение суда? Вы в саде и нам раскаялись? Ну как теперь к детям будете относиться? Внимание, с добротой. Михаил Иванович, детей-то ведут своих. Сегодня приговором мирового судения судебного участка номер 4 по совокупности о преступлении данному гражданину было назначено окончать наказание в виде экспертной работы сроком на один год-два месяца с удержанием заработной платы в доход государства 10%. Данное наказание означает, что уголовная инспекция обяжет данного гражданина трудоустроиться. В последующем заработная плата данного гражданина будет прекратить удержание в доход государства. Вы намерены исполнять решение суда? Ваше отношение к детям изменится теперь? Вы также будете заставлять их молиться? Любовь Алексеевна сейчас были на суде, его выпустили. Он идет домой. Что думаете? Что я думаю? Ужас. Подождите, дайте мне сосредоточиться. Я столько думала. Так. Да, конечно, лучше бы его посадили. Это было бы на самом деле. Он понимает только голую силу, по-моему. Он так уже... Чем я сейчас столкнусь? Кого я сейчас увижу? Он 20 лет сидел до этого. 20 лет. За что? Ну, я не знаю. Только одно знаю. За воровство. А больше не знаю. Тоже, наверное. То есть это рехотки у него было. Ну, вот. Сильного переживания, конечно. Опять я только вычистила квартиру. Я только ее привела в порядок. Я ее приводила для детей. И опять придет это вот существо. Опять это будет. Опять захламление квартиры. Мне очень, кажется, тяжело сейчас. То есть дети не хотят его вообще видеть. То есть они... Это не я им сказала, что детки там вот так... Они сказали, мы не хотим его видеть вообще. И первый, и старший, и младший, и средний. Ну, потому что они давно мне говорили, мама, разводись. Мама, выписывай его из квартиры. Мама, убери его от нас. Ну, потому что невозможно с ним жить. Он их гнобил, гнобился 13 лет. Я пыталась, как говорится, защитить их уже собой практически. Защищала. Ну, невозможно с ним жить. С этой тиранией, потому что дети действительно устали. Мы все устали от него. Если бы это был действительно человек, если бы это был христианин, ну, кто бы на него там... Его бы дети любили, они бы с ним хотели. Ну, там даже если он не умеет там зарабатывать, ну, и что, я пошла бы работать, а дети с отцом. А это тиран. Мы ждали 13 лет, что он изменится. А толку никакого нет. То есть человек нагрел все больше и больше. Нагрел от того, что у него очень убедительная ложь. Он очень убедительно лгал. Мне никто не верил. Мы все думали, что как-то действительно он изменится. Все-таки ходит в церковь. А изменения мы видим только в другую сторону, в худшую. Он коснел своих вот лжи. Он меня только одни компроматы, одни провокации. И смеялся над нами, когда мы пытались. Ну, как-то я его пыталась обличать там или что-то предпринимать со своей стороны. Там и на развод или на что-то. Думала, ну, там, говорила ему, что я это сделала. Он просто нагло смеялся. Мои дальнейшие действия разводиться и выписывать его из квартиры. Потому что человек все равно хитрый очень, лукавый. И, естественно, он будет отстаивать свое место и койку, а я отстаиваю детей. Кстати, из-за побоев дети из семьи Тутубальных были изъяты. Сейчас они находятся в реабилитационном центре. И остается два варианта. Либо жить и дальше в детском доме, либо же возвращаться домой к такому вот отцу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова